Добрый день! Начинаем программу «Мае слово» в студии. Я ведущий Юрий Мацарский, мой гость Виталий Сыч, главный редактор НВ. В четверг у других рыбный день у нас день Виталия Сыча, день журнала НВ. Привет, Юра, здравствуйте все. Ты на что намекаешь? Нет, это наши коллеги с тобой сегодня пришли с обеда, сказали, что наелись рыбного супа, потому что четверг рыбный день. Я подумал, что в советское время был рыбный день, а в наше время это день, когда выходит журнал НВ. Боюсь, что темы у нас будут сегодня несколько серьезнее, чем гастрономические пристрастия жителей СССР. Совершенно точно. Я бы, знаешь, с чего начал? Я бы начал вот с того, что сейчас в новостях прозвучало, с принятия нового закона о столице. Последняя свежая новость. Я думаю, что на самом деле, ну, было написано только что на экране, что он принят в первом чтении. Я думаю, что мы с высокой долей вероятностью можем с тобой говорить, что он будет принят вообще, вообще в целом, да, потому что, зная, как бы, манеру и стиль, как слуга народа принимает законы. Законы. Интересно. Киев огромный город. У нас, наверное, здесь слушателей, наверное, треть у радио живет в Киеве. Сейчас мэр Кличко довольно популярен, но все больше появляется информация о том, что не идеален, мягко говоря, да. Кое-что он сделал, там, дороги, общественные пространства, еще какие-то вещи, но все больше людей начинают намекать, что он то ли не управляет городом, то ли вовлечен в какие-то схемы. Я вот задаю людям вопросы, а в какие схемы и как и через кого вот звучит фамилия Столлера. Постоянно ты слышал, наверное, такого, да, застройщика. Вот у нас Шулявский путепровод, из-за которого там у нас транспортные проблемы в значительной части города, это делает некто Макитась, как бы ты тоже, может, слышал, да. И он там якобы получил тоже 600 миллионов гривен аванса наперед, это тоже все, как бы, не очень хорошие вещи и так далее. Я встречался с Александром Ткаченко позавчера. Александр Ткаченко мой старый знакомый, скажем прямо. Давай мы сначала уточним, Александр Ткаченко это тот самый депутат от Слуги народа, который подал законопроект, ну, новый проект закона о статусе города. Глава комитета профильного, правильно? О самоуправлении, насколько я понимаю. Ну, на данный момент уже, наверное, нет. Много лет Александр Ткаченко был президентом телеканала 1 плюс 1, телеканала, которым владеет Игорь Коломойский. Теперь этот депутат Слуги народа, он шел под номером 8. Мы с ним знакомы много лет. Мы общались позавчера, там было еще несколько журналистов. Это был формат офф-рекорд, но я думаю, какие-то вещи можно пересказывать и так далее. Понятно, что Александр Ткаченко не говорит, что он будет единым кандидатом от Слуги народа на пост мэра столицы. Но у меня в этом нет никаких сомнений, он это и не отрицает. Так ведь он же совсем недавно, летом говорил о том, что если надо будет, он возьмет и оставит депутатство и пойдет работать. Это если надо будет, но по всей видимости уже надо. Поэтому у меня нет сомнений, что он будет единым кандидатом от Слуги народа. Потом смотрим с тобой на ситуацию последнюю выборов парламентских. 13 округов в Киеве во всех победил Слуга народа. Кстати, Ткаченко возглавлял кампанию по Киеву. Они надеялись на 9, он сказал мне, они победили во всех 13. Иными словами, человек, которому ты сейчас прикручиваешь табличку Слуга народа в Киеве, имеет очень высокие шансы на победу в мэрской гонке. Несмотря на то, что Виталий Кличко по-прежнему очень популярен. Но по подсчетам по социологии, некоторые, во втором туре Виталий Кличко проигрывает единому кандидату от Слуги народа. Я не берусь утверждать, что это правда, я вот пересказываю, что мне сказали. А ты можешь мне объяснить, почему именно сейчас был принят этот закон, пускай в первом чтении? Какая спешка? Почему бы сначала было не провести выборы? Неважно, срочные, досрочные. Следующие выборы в Киеве должны пройти в следующем году. А если выборы проходят 8 декабря без нового закона, они проходят по старому закону. Поэтому есть смысл для человека, который рассчитывает в них победить другого, провести выборы по новому закону и уже пользоваться, грубо говоря, положениями этого нового закона. Я так понял ситуацию. Поэтому выборы, как мне сказали, могут пройти 8 декабря, это в позднем варианте, а могут быть еще и раньше. Если сейчас закон будет полностью утвержден, то они пройдут раньше. Тут, оказывается, появился еще третий кандидат на пост. Ты не знаешь, кто? Нет. А вот мне сказали, я тоже не знал. Есть такой притула известный комик от Голоса. Померил его Голос, это мне сказали. И социологию имеется в виду, конечно, померил. Не Рос же, да? И выяснили, что он довольно популярен в Киеве. Вот такой еще кандидат может появиться в мэрской гонке. Это выглядит, знаешь, как проба сил. Какой Голос сейчас пытается понять, насколько у него вообще велики электоральные перспективы за пределами Верховной Рады. Ну вот, короче говоря, не знаю, какой рейтинговый притул, не видел социологию. Но думаю, что есть довольно высокие шансы у Александра Ткаченко победить на выборах мэра, если он переизберется. Значит, у них, в принципе, довольно, у них это услуги народа, и у него довольно много неплохих планов. Из того, что я видел, они хотят преобразовать самоуправление в Киеве, ввести магистрат, как во многих европейских городах, все-таки принять программу и концепцию развития стратегического Киева, согласно которому Киев был бы определен на зоны. Знаешь, как в Париже есть округа, 9-й округ, 10-й, согласно которой в таком-то округе, в такой-то зоне, вот, например, мы строим бизнес-сити, в таком-то мы не строим свечки, мы строим только, сохраняем исторические здания и так далее, и тому подобное. Вот, в принципе, многие вещи звучали разумно. Ну, я думаю, на бумаге у многих все звучит разумно, а как получится, посмотрим. Вот, я его спросил, что для него является ролевой моделью города, согласно которой мы хотели бы стремиться к чему. Он сказал, что, скорее всего, Варшава. Он недавно был в Варшаве, разговаривал со многими там, ну, людьми, которые управляют городом, и был впечатлен, какая пропасть уже между нами. Там, Варшаву беспокоят уже совсем другие вопросы, они инфраструктурные основные решили, и сейчас там стремятся к тому, чтобы большинство автобусов, например, которые у них уже не дизельные, а в основном гибридные, либо еще какие-то там электро, были все низкопольные. Вот, то есть, ну, бюджет у них вдвое больше, чем у Киева. Если я не ошибаюсь, у них там 4 миллиарда долларов, Киева 2 миллиарда, из которых 60% идут в общенациональный бюджет, а 40% остаются на месте. Из этих 40% треть вообще не тратится. Ну, то есть, как бы, неэффективно расходуется, не успевают их потратить. Это я вот пересказываю. При этом, при всем, я, как житель Абалони, довольно большого района Киева, где 300 тысяч, не могу не заметить, что при Кличко отремонтировали парк Наталка, это просто шикарный образцовый парк, огромный, не знаю, там, практически как дендропарк у Днепра, и, в принципе, я за границей такого парка не видел, с автополивом, плитка, там, малые архитектурные формы, фонари, прекрасно, да, и дороги, в принципе, начали делать многие, так что это не худший мэр. Есть за что похвалить, есть за что поругать. Я видел мэров и хуже, например, там, Леонид Черновецкий, Попов был от партии регионов, Амельченко был странноватый мэр, хоть его и хозяйственником называли, вот, там, коррупция цвела, как бы, при нем тоже. Я даже написал колонку «Зао город Киев», как бы, еще при Амельченко. Поэтому есть хорошие и нехорошие стороны, как бы, у всех кандидатов, я думаю, нас ждет интересная борьба за пост мэра. Давай теперь перейдем к тем темам, которые будут интересны уже не только киевлянам, которые будут интересны не только трети наших слушателей. Я надеюсь, что тема про Киев была интересна и всем жителям Украины, иногда люди в столицу приезжают тоже. Мы забыли это сделать с самого начала, давай сейчас исправься. Давай, давай, сделай. Смотрим на камеру обложку свежего номера журнала НВ, вы видите здесь, те, кто нас смотрит, они только слушают, вы видите здесь, формула Штайнмайера в исполнении дизайнера журнального, такая, несколько... Ну, это ироничная вещь, конечно, как всегда мы пытаемся... Ну, зато сразу понятно, о чем идет речь, зато сразу понятно... Ну, ты, может быть, расскажи, из чего состоит формула Штайнмайера. Формула Штайнмайера состоит, ну, она очень сложная, она состоит из 73% Z, поддельных на PU, который... Нет, скажи, Z в 95 степени, плюс 73%, плюс PR, все это поделенное на PU, умноженное на MH17, намек на сбитый лайнер, умноженное на TV, намек на необходимость беспрерывного самопиара Путина, в степени LDNR, ну, мы знаем, кто эти ребята, да, и все, если это умножить на Deutschland плюс Франция... И непонятно, что выйдет. ...то получится знак вопроса. И непонятно, что выйдет. Иными словами, немало составляющих у этой формулы, ситуация сложная, запутанная, много игроков, нужно сделать так, чтобы все они были в какой-то степени удовлетворены, чтобы они разошлись, да, потому что конфликт-то уже затяжной, по сути дела, уже 5 лет, и для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и принести мир, нужно, чтобы все участники конфликта с чем-то из него вышли, ну, или большая часть, по крайней мере, сильных игроков, да, и вот эта формула, это начало, так сказать, попытки урегулирования. Но ведь эта формула, насколько я понимаю, вызвала, конечно, на бурную реакцию на этой неделе. Ведь она вот только здесь существует, только на нашей обложке существует как формула, как некое графическое изображение. Ну, это шутка, ирония, конечно, с нашей стороны. Да, но ведь на самом деле, насколько я понимаю, вот ее как таковой правильной последовательности действий, прописанной Штайнмайером или кем-то еще, подписавшимся его именем, не существует. Это некоторое количество таких благих заявлений о том, как бы хорошо было сделать так, чтобы на Донбассе был установлен мир, причем еще и в том виде, который бы удовлетворил страну агрессора. Да, ну, конечно, формула это никакая не формула, формула это некий текст, да, который пытается нащупать выход из патовой ситуации, скажем так. Сейчас у нас, грубо говоря, патовая ситуация. Минский формат заглох, нормандский, а на границе у нас идут там вялотекущая война, постоянные перестрелки, все, у нас пат. Вот эта формула, она звучала еще при Петре Порошенко, и это была попытка как-то расписать, кто делает что после кого. Вот. Потом, правда, выяснилось, что все сложнее. Вот. Насколько, значит, я провел несколько офф-рекорд встреч с участниками украинской стороны процесса, высокопоставленными всеми, да, и, в принципе, понял больше, что происходит. К сожалению, формат офф-рекорд не позволяет все рассказывать, но кое-что, я думаю, стоит рассказать. С украинской стороны мнение такое, я думаю, оно правильное, что формула Штайнмайера – это не формула перемирия. Формула Штайнмайера – это один из механизмов реализации закона об особом статусе Донбасса, которого нет. Ну, вернее, он есть, он есть, но будет новый, возможно, закон, да. И вот если этот новый закон будет об особом статусе Донбасса, будет формула Штайнмайера, которая будет его реализовывать. Будет новый этот закон об особом статусе или не будет, в каком он виде будет, вообще непонятно. С российской стороны формула Штайнмайера воспринимается позитивно, как вообще словосочетание. Поэтому, в принципе, для того, чтобы разблокировать нормандский процесс, процесс встреч четырех лидеров, это не такая уж плохая история. Хотите, нравится вам это словосочетание, забирайте, грубо говоря. Ну, в смысле, продайте дома у себя, что вы, украинцы, подписали формулу Штайнмайера, а на самом деле она, по большому счету, ничего не значит. Потому что в отрыве от закона об особом статусе Донбасса, это просто пустотелая какая-то материя. А вот будет он или нет, это потом будет решаться. На самом деле, для чего нужна эта формула Штайнмайера, что это такое? Это документ, который подписали теперь все стороны. Причем с украинской стороны это подписал Кучма, не президент Зеленский. Ну, он же, собственно, представитель Украины в трех сторонах. Ну, ты понимаешь, для чего это делается? Это чтобы занизить официальность этого документа с нашей стороны. Если вдруг что, мы можем говорить, а кто у нас подписал? Так со стороны России тоже не Путин подписывал? Это некая неюридическая понятийная договоренность, скажем так. Кто такой Кучма? Никто. Он же не президент, не премьер-министр, не министр иностранных дел. Грубо говоря, это декларация о намерениях, что мы, в принципе, принимаем это как некую дорожную карту. И теперь мы готовы встречаться. Путин же все время говорил, не готова ничего к встрече в верхах. Теперь готова, как я понимаю. Теперь, в принципе, нормандский формат возможен. Новая встреча в Париже, она вроде как планируется. И именно на этой встрече будут обговорены все детали мирного урегулирования. Именно там и начнутся все сложности. Потому что сейчас вот просто Украина, приняв текст, как она говорит, приняв текст формулы Штайнмайера, ответив Сайдику, так, по-моему, зовут главу ОБСЕ, мы ему ответили, что мы принимаем этот текст, и мы готовы к переговорам с Россией, Францией и Германией по Донбассу. И там, конечно, встанет множество вопросов. А прикол, знаешь, в чем заключается вот всех этих минских договоренностей, как мне объяснили? Там есть много пунктов, но там не расписана последовательность. Вот если что-то стоит пунктом 2, а что-то стоит пунктом 9, это не означает, что пункт 2 должен идти до пункта 9. И поэтому возникают разночтения. Вот записано, что должно быть сделано, чтобы война закончилась, а кто делает что после чего, это не ясно. И каждая сторона трактует это по-своему. Поэтому нужны дополнительные договоренности, чтобы решить, кто делает что после кого. Вот я как раз когда говорил о том, что не существует формула Штайнмайера как правильной, как понятной, простой последовательности действий, я именно это имел в виду, что не прописана очередность в разного рода мер. Так вот, я тебе расскажу дальше, что самые там, конечно, проблемные места и спорные – это выборы. Проведение местных выборов, причем на оккупированных территориях Донбасса. Причем многие путают это с выборами общенациональными. Многие считают, что если там в Горловке и Макеевке пройдут выборы, то эти люди делегируют в украинский парламент боевиков. Это не так. Там вообще об общенациональных выборах нет ничего. Речь идет о местных выборах. То есть жители оккупированных территорий выбирают местную власть. Но ты же понимаешь, что приход в местную власть каких-нибудь любителей, там, Захарченко и Моторолы, это, конечно, чуть лучше, чем приход этих людей. Да, я понимаю, что это легитимизация этих людей. На данный момент они вне закона для мировой общественности. Выборы, которые признаются всеми – это легитимизация этих людей. Правильно? Ну, здесь-то и есть прикол. У нас есть еще время, да? Минута. Минута. Вот. Нюанс заключается в том, что украинская сторона выдвигает свои требования. Я после паузы расскажу подробнее. Мы хотим, чтобы голосовали перемещенные лица, IDPs по-английски называют, а их полтора миллиона, а не с проукраинской позиции, чтобы все партии были допущены до выборов. Ну, если это по украинскому закону, то как же иначе. Чтобы все медиа были допущены до освещения выборов и, соответственно, продвижению информации о партиях. Чтобы они смотрели не только российское телевидение, но и украинское. Чтобы была обеспечена безопасность наблюдателям и членам комиссии. Ты себе представляешь вот этот объем работы в серой зоне, где все с автоматами ходят? Она не серая, она черная сейчас. Я думаю, что это малореально, если честно. И там, на самом деле, очень долго, полгода идет спор об одном слове в этом документе. И уровень ответственности об этом слове таков, что, например, министр иностранных дел Украины не берет в себя ответственность подписаться под это слово, а только президент Украины. И я тебе расскажу, что это за слово после паузы. Прервемся на новости рекламы. Виталий честно продержался всю паузу и даже мне не сказал то самое слово, которое боится произнести министр иностранных дел Украины в ходе переговоров с представителями России и вот других участников нормандской четверки. Я думаю, произносит он его смело, произносить он его не боится, он боится под ним подписываться. И это слово как раз и касается последовательности и типа всех операций, выборов в том числе, которые пройдут на Донбассе. По-английски это слово звучит как overall, по-русски это в целом, в принципе означает. В целом, в принципе. А речь идет о тексте вот этого как раз документа, о котором мы с тобой говорим, формула Штайнмайера. И там есть такое предложение, которое фиксирует, что выборы должны в целом соответствовать стандартам ОБСЕ. Украинская сторона не в восторге от формулировки в целом, потому что в целом может означать на 20%, на 40% и на 70%. Но ты понимаешь, можно провести декоративные выборы и сказать, что это были выборы, которые в целом чему-то соответствуют. А мы хотели бы, чтобы они вообще соответствовали стандартам ОБСЕ. Не зря я тебе перечислял, что означает соответствие стандартам. Это участие всех политических сил в политической гонке и в выборах, участие в медиа, информации, это честный подсчет голосов, это голосование людей, которые там вообще живут, прописаны, были вынуждены оттуда уехать. Это как бы честное волеизъявление. Я не знаю, или это вообще технически, физически возможно сделать. Некоторые там спрашивают журналисты, вот смотрите, если будут выборы, не знаю, весной, мы сможем туда вообще просто я сам без охраны поехать? Это большой вопрос. В Донецк освещать, еще что-то. Поэтому я не уверен, что эта история вообще сдвинется с места, если украинская сторона не отступится от своих требований. Я вот еще хочу обратить внимание и наше с тобой, и наших слушателей. Иначе, извините, иначе, если эти требования не будут учтены, то, по сути дела, выборы превратятся в процедуру легитимизации боевиков в органах местной власти, понимаешь? Потому что никто их не будет контролировать, никто не сможет создать им конкуренцию, и все будут бояться туда даже ехать, наблюдать. И поэтому, по сути, самопровозглашенные ребята станут законными органами местной власти. Понимаешь, да, в чем опасность? У нас тут есть в свежем номере рассказы нескольких людей, которые вынуждены были покинуть оккупированную часть Донбасса. Есть в том числе Денис Казанский, наш с тобой коллега. Я все прочел. Да, и вот он, будучи у меня... В эфире мы с ним как раз обсуждали возможность проведения этих выборов и так далее. Он говорит, что он сам и огромное число его знакомых, которые вынуждены были уехать из Донецка, из Луганска, из других городов, находятся в розыске там со стороны вот этих вот так называемых ополчений. Поэтому ни как журналист, ни как человек, который там зарегистрирован был, прописан и имеет право голосовать, приехать туда не может. Потому что как только они приезжают, он или кто-то из его коллег приезжает в Донецк, те говорят, слушайте, мы же на законных основаниях их задерживаем. Они же у нас тут вот числятся как диверсанты, шпионы, предатели и так далее. Так вот, понимаешь, в этом и сложность, кто какой закон считает законом. И все эти нюансы должны быть проговорены. Потом там есть нюанс, кто контролирует всю эту территорию, и когда произойдет отвод войск до границы, когда Украина получит контроль над границей. Вопрос сложный, кто контролирует территорию во время выборов. Украинская сторона будет наставить на том, что мы полностью. С той стороны будут какие-то встречные требования, естественно, будет какой-то компромисс, может быть смешанное временно. Контроль может быть с миротворцами. Это все может обсуждаться. А потом есть опасность, знаешь, какая, что все считают, в том числе, вот я говорил, упоминал ее несколько раз, Марии Луизе Бек, депутат Бундестага, которая подруга Меркель. Она говорит, что Меркель это понимает. Проблема заключается в том, что Путин всегда кидает. Вот если ты подписываешь бумагу президенту Украины и считаешь, что ты должен следовать договоренностям, он так не считает. И если пообещают вывести войска, потом может пойти следующая формулировка. А как мы можем вывести войска, если их там нет? У нас же нет войск официально, вы что? Какие войска вывести? Либо притвориться, что окей, все, что у нас были, там добровольцы какие-то, вот все наши люди, которые помимо нашей воли Кремля туда поехали, мы их всех принудительно отзываем. А на самом деле оставить себе контроль. Ну то есть декоративно вывести там. А реально такие варианты возможны. И Украина не сможет получить доступ к границе. Либо еще один вариант, мы уже сейчас его наблюдаем. Так называемый ЛНР и ДНР говорит, что им все равно, какие там есть договоренности. А пусть россияне там выходят, если они есть, а мы украинцев в границе не пустим. Слышал вчера, нет? Слышал, конечно. Вот такая история. А кто управляет этим ЛНР, ДНР, непонятно. Это они по своей воле это говорят, либо это россияне. И у россиян получается как бы чистая юридическая совесть. Они подписали, выполнили свои договоренности. ЛНР, ДНР, которых они якобы не контролируют, да? Не пускают. И все, что сделаешь? Поэтому здесь, конечно, есть вот эти вот нюансы, которые нужно будет обсуждать на встрече лидеров. Причем, я так понимаю, что этих нюансов уже такое количество. Огромное. Что, ну, мне кажется, никакой встречи дня не хватит. Не знаю, сколько нужно времени потратить на то, чтобы все это решить. Все равно, я считаю, нужно пытаться, да? Зачем как бы гибнут люди? Зачем нам война? И с точки зрения человеческой жизни, с точки зрения экономики, имиджа в мире. Там, понимаешь, никто же толком не понимает во Франции, Англии и США, что Донбасс это там тысячи километров от Киева. Все, что не знаешь, что Украина, там война. Куда инвестировать в страну, где война. Вот. А ты приезжаешь в Киев, и это выглядит безопаснее, чем Париж, где людей с оружием больше из-за того, что там вот мусульмане, террористы. Ну, я не говорю, что... Не надо ставить на крови. Неправильно понял. Это через запятую было, да? Напряженности, я имел в виду, теракты и так далее. Поэтому там себя менее безопасно чувствуешь, чем в Киеве, в которой, в принципе, он пошел все рестораны, бум и так далее. Но, де-факто, для многих инвесторов и вообще мирового сообщества Украина ассоциируется с войной. Нам война невыгодна. Это очевидно. Кроме, не считая уже того, что у нас там гибнут люди. Поэтому я считаю, что пробовать надо, идти на компромиссы надо, на какие-то разумные. Из того, что я понял, я тебе скажу свое впечатление, да, от людей с украинской стороны, которые ведут переговоры. Мне показалось, что это компетентные люди, профессиональные, которые стараются, и никто не собирается там ничего сливать. Вот смотри, Владимир Зеленский провел закрытую встречу с лидерами фракций в Верховной Раде. Она была, что называется, вот ты говорил, off the record, без возможности что-то потом разгласить. И, тем не менее, участники этой встречи потом своими впечатлениями, не подробности встречи рассказали, а своими впечатлениями поделились. Среди тех людей, кто поделился своими впечатлениями, была, например, Ирина Геращенко. Ирина Геращенко написала в Фейсбуке следующее, что у нее сложилось впечатление, что Зеленский искренне хочет закончить войну. Хочет мира, но не понимает, что Путин его может развести. Да, но не видит тех ловушек, которые Путин разбросал, в том числе в этих самых формулах Штайнмайера, в том числе в этой самой нормандской группе и так далее, и тому подобное. Что можно здесь на это ответить? Вот той же самой Ирины Геращенко. Мне кажется, нужно пытаться установить мир. Тот факт, что потенциально где-то могут быть ловушки, что-то Путин может не сделать, не должно останавливать нас пытаться установить мир. Если мы считаем, что там потенциально могут быть какие-то проблемы где-то, и на этом основании мы не начинаем даже переговорный процесс, это глупо и цинично, на мой взгляд, и как бы люди жизни теряют, как бы семьи. Давайте будем пытаться начинать нащупывать какие-то общие точки. Я думаю, формулу можно попытаться найти. Ну не получится, не получится. А получится хорошо. И это, кстати, тоже интересный вариант насчет не получится. Смотри, я считаю тут главное предусловие для того, чтобы получилось, это желание русских. Ну это очевидно, как бы да. Я задавал этот вопрос всем нашим участникам переговоров, не будем их называть, но это люди, у которых прямой контакт со всеми. С Сурковым и, я думаю, там выше. Есть ли у вас ощущение, что русские хотят выйти из конфликта, сохранив лицо? И мне ответили, нам очень кажется, сильно кажется, что хотят, что теперь хотят. Они не могут выйти просто так, им нужно продать эту историю для домашнего потребления. Ну ты понимаешь, великий царь не может выйти из конфликта непобедителем в какой-то там Украине, в каком-то Донбассе. Тогда непонятно, зачем туда влез вообще, столько там людей погибло, может россияне это не знают. Но тем не менее, 4 года истрия было страшно на российском телевидении. Выйти просто так, не объяснив почему, нельзя. Нужно предъявить хотя бы какую-то маленькую победу. Там, не знаю, помирили славян, теперь там русский язык, мы свое отстояли, что-то такое. То есть, россиянам, чтобы выйти, им нужна какая-то легальная история. И вот нашей стороне кажется, что сейчас они к этому готовы. И вот если это предусловие есть, то тогда можно пытаться начинать переговоры, понимая, что россиянам нужно что-то дать, чтобы они у себя дома это продали. И тогда выходить, пожалуйста. Но ты же видишь, какая опасность. Даже если дать россиянам, ну вот чисто какие-то номинальные истории, которые они могут продать в качестве собственной победы. Так эта же самая история внутри Украины воспринимается, и мы это видим прямо сейчас. А тут мы приступаем к следующему пункту, который я тебе хочу рассказать. Смотри, человек, который хочет установить мир, и человек, который хочет быть очень популярным и нравится всем, это два несовместимых человека. Потому что в Украине всегда будут люди, которые не удовлетворятся никаким компромиссом. У нас всегда будет радикальное крыло, и это понятно. У нас война, когда вы пять лет, много людей воевало, либо потеряло близких, друзей, членов семьи, которые могут интерпретировать компромисс как капитуляцию. Хотя это компромисс. Капитуляция, когда ты сдаешь свои деньги. Люди, многие мыслят, ну не хочу их обижать, максималистично. Они считают, что компромисс может быть лишь, когда ты на 100% удовлетворяешь свои условия, а твой оппонент на 0% удовлетворяет. Это не компромисс, это победа военная. Если у нас есть такая армия, которая может победить вот эти армейские корпуса вместе с россиянами, тогда мы можем так ставить вопрос. Но у нас такой армии нет. У нас же не Китай, правильно? У нас Украина. Мы не можем победить россиян, и вот эти незаконные формирования вместе взятые. Поэтому, если мы хотим мира, нам нужен компромисс. И в этом смысле есть такой бывший президент Колумбии Сантос, я не помню, там длинное имя, да, он был историческим человеком, который положил конец 50-летней в войне с Фарком. Фарк это там такие сепаратисты, незаконные формирования. Марксистские повстанцы. Он сказал, что нужно быть готовым к потере своего политического капитала, если ты хочешь это сделать. Его очень многие в Колумбии поддерживали, когда он политически шел на выборы, но когда он заключил мир, хотя вроде как казалось это выгодно стране, да, Колумбия рванула, преобразовалась с тех пор, но очень многие люди его осудили, и он потерял значительную часть своей популярности. И он нам это говорил в интервью в следующем номере НВА. Это не реклама, это просто фактаж. Выйдет с ним интервью, мы на есть его Пинчака, его поймали, и он все это рассказал, это очень интересно. Но видишь, все-таки есть некая разница, и разница, насколько я понимаю, значительная. ФАРК, группировка, которая где-то отчасти поддерживалась какими-то там леваками, левыми правительствами, я имею в виду в Южной Америке, а какие-то, значит, там иностранные добровольцы приезжали, им помогали. У них, кстати, был достаточно содержательный сайт на нескольких языках у ФАРКа, даже русскоязычная версия была. А я смотрю, ты был поклонником ФАРКа. Нет, я просто много лет занимался международной журналистикой, поэтому примерно понимаю, о чем идет речь. Но у них не было прямой поддержки соседнего государства, которая отправляла бы туда танки, составы с деньгами, тысячи человек с вооружением и так далее. Абсолютно верно. Это просто тебе говорит о том, что наш конфликт сложнее. У нас это по-английски называется war by proxy, когда есть посредники, и война идет не прямая, а через этого посредника. Поэтому нам нужно понимать, кто реально управляет войной, и с этими людьми договариваться. Нельзя же договариваться с людьми, которые не влияют на войну. И это самый сложный момент. Эти люди, конечно, отрицают, что не управляют войной. Потому что эти люди все время говорят, слушайте, о чем вы говорите вообще? Почему вы к нам приходите? Идите вот в Донецк, в Луганск и разговаривайте. Правильно, это хитрая позиция. Но в нашем случае придется договариваться с Москвой. Это как бы понятная история. И я боюсь, что еще придется в какой-то степени договариваться с людьми, которых мы не признаем. У нас это непопулярная точка зрения, она считается не полностью марионетками, а я думаю, что, конечно же, они управляются из Москвы. Но я думаю, там своих сумасшедших уже вагон и тележка, как бы, да, с которыми что-то нужно делать. Но смысл, смотри, параллель такая же. Человек, который хочет мира, который хочет договариваться с оппонентом и с врагом, когда у тебя погибли уже десятки тысяч людей, а он, и когда он договорится и пойдет на компромиссы, он растеряет значительную часть своей популярности. И если же ты при этом хочешь иметь рейтинг очень высокий, 70-80%, конечно же, это несовместимые вещи. Это нужно понимать. Либо ты делаешь что-то для страны, и несмотря на ситуативное как бы неудобство для большое количество людей, либо ты о рейтинге своем. И тогда ты все время с оглядкой смотришь, а что скажет на это, что скажет на это, что скажет на это, и не делаешь ничего. Ты же просто пойми, что мы же не живем в каком-то иллюзорном мире, мы живем в реальном. Если не мир, то что? Это ж не то, что вот, если не мир, то еще лучше мир, да? Если не мир, то что? И есть тут варианты. Вот те варианты, которые, если не мир, то что, мы обсудим сразу после новостей и рекламы, вернемся в эту студию очень скоро. Итак, Виталий Сырич, главный редактор журнала НВ, гость сегодняшней программы «Мае слово». Я, знаешь, вот прежде чем перейти к вопросу, который мы уже озвучили, если не мир, то что? Хотел тебя вот еще что спросить. Очень часто, и я в последние дни уже, мне кажется, у меня начинает глаз дергаться каждый раз, когда я слышу это словосочетание «красные линии», потому что в последние дни их произносят все возможные политики, эксперты, комментаторы и так далее. Я их слышал много раз тоже на встрече. В том числе и президент. Мы можем понять, какие красные линии имеет в виду президент, говоря о том, что никогда их не перейдет. На какие именно уступки, на какие именно компромиссы украинская власть с российскими агрессорами идти не готова? Ты знаешь, я затрудняюсь тебе ответить точно на этот вопрос. Я могу лишь говорить какую-то свою очень примерную интерпретацию. Я слышал, что при мне этот вопрос как бы звучал несколько раз, и ответ был в целом такой, что не переживайте, никакие национальные интересы сливать, сдавать мы не собираемся, не хотим давать точные обещания, чтобы нас не хватали за язык, а потом не кричали, что вы их нарушили, потому что переговорный процесс будет как бы тяжелым с уступками с обеих сторон, и как бы там разные уступки быть могут возможны. Понятно, что за красной линией находится общий вектор экономического и политического развития Украины. Украина идет в Европу, она модернизируется, это демократия, она не собирается от этого отказываться. У нас выборы, у нас свобода слова, у нас личностные экономические свободы, мы хотим бороться с коррупцией, мы хотим модернизировать экономику, наши партнеры и торговые, и политические, и как бы все на Западе. То есть это не обсуждается, вот то, что были весы при Януковиче, там Москва, Брюссель, Вашингтон, нет как бы этих весов никаких. У нас внешнеполитический вектор решен, у нас внутриполитическое устройство решено, мы демократия там, где свободные выборы идут, где свобода слова и так далее, это все красные линии. А какие-то вещи можно обсуждать, я думаю, можно обсуждать, как именно проходят выборы, какая именно последовательность того, кто, что делает после кого. Я думаю, я не знаю, вот я не хочу говорить от себя, что в особом статусе Донбасса могут быть компромиссы. Вот мы подобрались к самому интересному. Но я думаю, что там могут быть компромиссы. Но опять-таки этот вопрос может даже решаться не только политическим украинством Украины, он может решаться в консультациях с обществом. То есть референдум, да, есть как бы такой инструмент. На референдуме тоже могут быть там какие-то разные вопросы и постановки вопросов. Поэтому, конечно же, эти красные линии есть. Какие, где они, как далеко, я не знаю. Но ты знаешь, намного легче вести переговоры по плану А, если у тебя есть план Б. Тогда у тебя нет отчаяния, ты не должен идти на любые компромиссы, ты не должен любой ценой воплотить план А. Потому что у тебя есть план Б. Вот. И украинская сторона говорит, что этот план у нее тоже есть. Вот. Мы можем понять хотя бы в общих частях... Посмотри, тут мы с тобой возвращаемся к тому, что если не мир, то что? Если не мир, то есть два варианта. Один вариант – это мы просто отгораживаемся от оккупированных территорий Донбасса. Просто раз и навсегда. Мы отгораживаемся. Мы объявляем чуваки, кто хочет, давайте к нам, потому что там завтра будет Берлинская стена. Пенсии не будет, воды даже не будет, как сказать, будет, но очень дорого. Ничего не будет. Больше от нас ничего не просите, мы вам ничего не должны. Полная изоляция. Мы консервируем вас как бы с нашей стороны. Стена, пулеметы, колючая проволока, а-ля там США, Мексика, а-ля Палестина, а-ля Берлинская стена. И все, и мы дальше идем без вас. Ну, неприятно, но что поделаешь, как бы, да. Но ведь вот мы как раз здесь, смотри, опять приходим к тому, что мы говорим это, ну, то есть мы, я имею в виду, сейчас Украина говорит это жителям оккупированных территорий, которые что должны сделать? Прийти к Путину и сказать, отпусти нас, пожалуйста, надоело нам здесь жить под твоей оккупацией. Смотри, понятно, что идеальных вариантов нет и простых. Ну, а мы что должны сделать? Воевать 40 лет и как бы, ну, терять людей, понимаешь, Юра? То есть варианты тоже как бы ограничены. Поэтому можно, это я тебе упрощенную версию говорю, да, понятно, что я не министр иностранных дел и не президент. Как я вижу ситуацию с украинской стороны, варианты таковы. Либо мы добиваемся мира на переговорах с Путиным, Францией и Германией, которые на самом деле не так уж сильно нас поддерживают, как кому-то может показаться. И это ослабляет наши переговорные позиции. Вот пытались договориться с лидером крупнейшего государства США, чтобы усилить свои переговорные позиции. Оказывается, его интересует только сын Байдена. А мы его интересуем в меньшей степени. Тоже не так просто. В итоге мы остаемся в этом формате, где мы либо должны идти на компромисс, либо выходить вообще из этого формата, да. Компромисс может быть разным и там степень уступок разных, мы с тобой уже сказали. Но есть какие-то вещи, которые не обсуждаются, да. Вот. А другие варианты, это мы, например, консервируем эту историю. Начинаем строить стену, ну, как я уже сказал, по подобию, да. Мы говорим людям, слушайте, ну, у кого есть возможность, переезжайте к нам, мы там поддержим. У кого нету, извините, мы всем сделали предложение. Ты понимаешь, что многие уже переехали, полтора миллиона. Очень много переехали. А что еще можем делать? И все. И на этом, в этом месте, как бы, мы не имеем. Ну, там, конечно, гуманитарные, может, коридоры какие-то, еще что-то, родственники ездят, люди, как бы. Но мы консервируем эту историю и купируем ее. Либо третий вариант, кто-то отводит войска, там, русские, например. А ЛНР, ДНР говорит, ну, попробуйте взять границу, мы вам не дадим. И перед нами светит полномасштабная война. То есть забрать территорию Донбасса силой, грубо говоря, присоединить, воссоединить с Украиной, да. И в этом месте, как я понимаю, позиция Украины такая, что мы такой вариант не хотим. Мы понимаем расклад сил. По-моему, это было заявлено, может быть, не очень официально, но, по крайней мере, было заявлено властями, что не рассматривается вариант силового решения. Потому что есть понимание того, сколько там сосредоточено силы и техники, и сколько здесь. И это может быть теоретически и возможно, но это повлечет за собой тысячи или десятки тысяч жертв. Нам это не нужно. На такой вариант мы не готовы. И я с этим согласен. И мне это не нужно. Поэтому либо мир, и я так понимаю, что даже нынешняя власть ставит себе дедлайны, после которого она переходит на план Б. Либо план А. Но план А возможен лишь, понимаешь, в рамках договоренности с людьми, которые что-то решают. Нельзя вот это перестреливаться через границу. Поэтому и запустили формулу Штайнмайера, чтобы встречаться с Путиным, Меркель и Макроном, и там попытаться реализовать план А, то есть мир. Интересно, а зачем Путину понадобился именно формула Штайнмайера? Почему он не придумал себе какую-нибудь другую, я не знаю, более конкретную какую-нибудь историю для того, чтобы встретиться? Формула Штайнмайера придумал Штайнмайер, это не Путин. А Путин тоже не так широк у него инструментарий. Вот есть вещь, которая по какой-то причине у них там пропиарена, как выгодная России, хотя там не все может понимают, что формула Штайнмайера – это не формула мира и разрешение конфликта. Формула Штайнмайера – это процедурная какая-то ерунда или там штуковина, после которой начнутся переговоры. Поэтому либо мир в течение какого-то времени попытаться его добиться, либо грубо говоря, стена. А третий вариант мы не рассматриваем. Ну, тут, понимаешь, это если предполагать, что все решаем только мы. В принципе, россияне могут мутить воду, будь там стена или не будь там стена, да, в принципе, можно же наводнить, управлять вот этими боевиками, даже которые за стеной. Палестинцы-то и мексиканцы через стену не стреляют, а эти ж могут. Да как не стреляют? Да сам это летают? Не, ну, слушай, ты ж не сравнивай это с системами залпового огня, которые с той границы могут поливать. Да, в том-то и дело. Вплоть до торнадо, как бы, да. Поэтому я не знаю, как стена высотой в 6 метров может спасти нас от желания, например, Путина проманипулировать там местными формированиями и обстрелять там наши какие-то территории, которые прилегают. Не знаю. Но возможно... Но у россиян, знаешь, какие интересы? Как мне объяснили, мы их тоже понимаем. Во-первых, как бы это сосет деньги, вся эта история с Донбассом. Во-вторых, санкции. На самом деле санкции, как ни крути, а тоже не очень веселую картину создают. Вот я смотрел инвестиции в российскую экономику иностранные, FDI, Foreign Direct Investment. У них до этого было 50 миллиардов долларов. До начала войны. Ага. А теперь 2. То есть 2 это вообще ноль. То есть в принципе это, ну, серьезное охлаждение всех стимулов развития экономики. Поэтому им променять эту историю и выйти из нее красиво на отмену части санкций. Мы-то хотим увязать вообще санкции с Крымом. Хоть мы вам из-за Крыма санкции влепили, так что никаких отмены не будет. Но в принципе, если россиянам светит отмена части санкций и прекращение войны на Донбассе нам, как бы это, мне кажется, окей вариант для того, чтобы это остановить. И дальше мы без войны развиваемся значительно лучше, веселее и быстрее. Ну, кроме того, что здесь не гибнут люди, мы еще и привлекать инвестиции будем намного лучше и экономика расти. Поэтому варианты вот сейчас такие. И я думаю, многое будет зависеть, конечно, от того, о чем договорятся лидеры непосредственно на этой встрече, я разговаривал сразу после вот своих встреч с Олегом Шустером, который пересказывал мне свой разговор с Михаилом Саакашвили. Михаил Саакашвили уверен, что цель Путина, ну, первое, что вообще никто не понимает, что он хочет, потому что он все время хочет что-то такое, чего никто не знает и не понимает. Но идея Саакашвили в том, это я пересказываю слова, что он хочет воссоединить вот все православные страны. Беларусь, Грузия, часть Украины, западная Украина, они уже плюнули давно. Вот, часть Украины, там еще что-то, что там православного. То есть он себя каким-то таким религиозным лидером уже ощущает? Ну, вот вбил ему кто-то в голову, я думаю, Дугин и кто-то еще о том, что есть некие духовные скрепы, есть некая общность у людей, есть некая общность у одинаковых, очень похожих людей, которая искусственным образом разрушена, да, с помощью распада СССР, американцев, так называемых, кого-то еще. То есть право на самоопределение они отрицают вообще, Леша. Люди сами могут выбрать такой путь. Они думают, что это кто-то там как бы навредничал, и поэтому украинцы идут в Америку, потому что американцы так хотят, а не потому что украинцы так хотят. Вот, но это как бы их проблема на самом деле, что они думают. Вот. Поэтому варианты вот такие, мне кажется, с украинской стороны стараются конструктивно найти решение непростого вопроса. И если у россиян будет такое же желание найти решение непростого вопроса, то в принципе этой войне можно положить конец. Скажи мне, пожалуйста, у нас просто очень мало времени осталось, а это же тоже очень важный момент. Что, какие перспективы у решения вопрос оккупации Крыма видят власти, если ты знаешь? Нет. Крым вообще не обсуждался последние недели в привязке к Донбассу и к Штайнмайеру. Единственная позиция, которую наша дипломатия будет отстаивать, это то, что санкции для России были введены из-за оккупации Крыма и могут быть отменены лишь после того, как Крым воссоединится с Украиной. А они не привязывались к Донбассу. Это будет наша позиция. Но понятно, что политически международное сообщество будет более гибким. Поэтому говорят уже вот всяческие сигналы показывают европейцы, ты видишь. Нордстрим-2, извините, как бы ничего личного, но да. Возвращение России в ПАСЭ ничего личного, но, к сожалению, да. Ну и так далее. Вот это все постепенно играет не нам на руку. То есть постепенная эрозия вот этого недоверия и санкции, потому что люди устали, они теряют большие деньги. Ну, я имею в виду немцы, греки и прочие там французы, да. Вот. Поэтому им, конечно, тоже сражаться за Украину тяжеловато. Спасибо тебе большое. Напомню, Виталий Сыч был гостем сегодняшней программы, главный редактор журнала НВ. Еще раз покажем на камеру, да, обложку свежего выпуска. Он уже поступил в продажу, ну а завтра уж точно во всех точках, где обычно продается. Да. Либо просто подписывайтесь, не будете никуда ходить, будет вам приходить домой, даже если вы не живете в Киеве, Харькове, а живете там, не знаю, в Ужгороде, Черновцах и Сумах, где на самом деле тяжело нас купить, будет приходить вам прямо в почтовый ящик. Спасибо еще раз. Спасибо, Юра, тебе и спасибо всем, кто слушал. Всего доброго, счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова